Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень важном нюансе, который касается подкормки растений. Многие наши зрители, подписчики, те, с кем я общаюсь по переписке, очень много отвечаю на вопросы, очень часто используют различные внекорневые подкормки. Даже складывается некоторое такое мнение, что если вот как следует не заправить почву, что если плохо там что-то усваивается из почвы и так далее, ну ничего страшного. Возьму, обработаю растворами удобрений по листу и все у меня будет в порядке. Однако внекорневые подкормки таят в себе очень большую опасность. Самая большая опасность внекорневых подкормок представляется для огурца. Связана опасность некорневых подкормок с ускоренным старением листьев. Что такое лист? С нашей точки зрения, ну какой-то обывательской, ну лист и лист, орган растения, да и все дела. На самом же деле это целая, понимаете, планета, на которой существует консорциум различных микроорганизмов. Они между собой какие-то группировки формируют, одни борются с другими. Кто-то буравит этот лист, понимаете, как нефтяную скважину копает, добывает оттуда питательные вещества, всякие патогены. Другие микроорганизмы борются с ними. То есть там целые войны идут. Кроме того, ведь поверхность листа живая, она выслана живыми клетками. И когда мы туда наносим всевозможные растворы, конечно же, мы нарушаем как нормальную микрофлору поверхности листьев, точно так же мы нарушаем и вот этот живой слой, который на листьях находится. В отношении подкормок очень важным моментом является то, что растения листьями впитывают не все вещества, которые мы туда наносим. Ну представьте, подкормили мы, например, сульфатом аммония. Аммоний всосался, использовался как вещество, необходимое для роста и развития растений, а сульфат остался. Или магниевое голодание у томата. Очень широко распространенная проблема, особенно в период формирования налива плодов. Вот мы магний сульфатом решили, ну подкормим магний сульфатом, не проблема. Магний всосался, опять же сульфат остался. То же самое касается подкормками железа, там и всем-всем-всем остальным. Но когда речь идет о микроэлементных подкормках, ну здесь еще полбеды. Почему? Потому что растворы наносятся в достаточно низких концентрациях. Ну а когда уж мы говорим о подкормках таких вот уже более мощных, там разведите мочевину, там еще что-то такое подкормите, потому что не хватает. Здесь, откровенно говоря, в отношении растений, находящихся в теплице, в защищенном грунте, у меня всегда возникают определенные опасения. Почему? Потому что мы, тем самым, нанося избыток какого-то балласта, посторонних веществ, примесей на листья, вызываем ускоренное их старение и отмирание. Для растений, находящихся в открытом грунте, вникорневые подкормки являются более предпочтительными. Почему? Ну, вернее, не то, что предпочтительными, но более безопасными. Почему? Потому что так или иначе идет дождик. Дождик прошел, смыл с поверхности листьев все вот это лишнее, помыл их, и снова листья свежие, здоровые, там с ними все в порядке. Когда же блогеры дают советы, возьмите молоко, мочевину, там аммиак, добавьте туда йод и зеленку и попрыскайте этим там от болезней, или там подкормите, и вы получите колоссальные какие-то там в 10 раз больше томатов, какой-то урожай, или разведите органику ею, обработайте, вы получите какой-то колоссальный урожай. У меня всегда это вызывает опасения. Поэтому вывод номер один в отношении огурца, главным образом, и в том числе, и огурца в первую очередь, и прочих растений во вторую очередь. Это, пожалуйста, как следует заправляйте почву. Пользуйтесь преимущественно корневыми подкормками, потому что частые внекорневые подкормки могут существенно усилить старение листьев и как следствие существенно снизить урожайность ваших растений. Хотя считается, что внекорневые подкормки – это такая быстрая, быстродействующая подкормка, которая сразу доставит питательные вещества в листьях, нужно также помнить о подвижности элементов питания внутри листа, когда элемент питания наносится на растениях. Надо запомнить, что такие элементы питания, как аммоний, калий, фосфаты, достаточно подвижны. Нитраты также достаточно подвижны. Ну, нитраты – это селитры всевозможные. То есть, нанося на лист, вы считаете, что вы наносите его по всему растению. То есть, они всасываются и начинают по клеточному соку, по сосудам растения, как по крови, бегать по всему растительному организму. Железо, магний, цинк являются очень тяжело перемещаемыми из листьев по всему остальному растению. Ну, хотя перемещаться они могут, но очень трудно перемещаются. Что касается кальция, то можно сказать, что этот элемент питания растений вообще неподвижен. Он полностью застревает в том месте листа, в который вы его нанесли. Поэтому у меня всегда вызывают большие сомнения вот эти вот рекомендации относительно лечения вершины гнили у томата опрыскиванием кальциевыми растворами, там из ампулы, там какими-то еще штуками. Да, можно, конечно же, опрыскать, но в таком случае кальций должен попасть непосредственно на плоды, для того, чтобы в плоды вещество всосалось и, значит, восполнило там дефицит кальция. Все равно самое главное – это как следует работать по корням. Поскольку смыть с поверхности листьев в тепличных условиях бывает достаточно затруднительно, ну почему? Боимся солнечных ожогов, боимся распространения болезней в капельной жидкой влаге, особенно что касается томатов, перцев, баклажан тоже, но огурцов чуть меньше. В большей степени и то стоит капельной жидкой влаги повиснуть надолго на листьях огурца, как туда тут же придут и бактериозы, и различные там заболевания, прочий пероноспороз, который, как и фитофтороз, хорошо распространяется в капельках воды и так далее. То есть здесь нужно быть очень-очень аккуратным и осторожным. Но не был бы я, Иван Русских, на канале про цветок, если бы не дал вам ценный совет, как все-таки даже в условиях, ну какого-то острого дефицита, когда без внекорневой подкормки не обойтись, что же сделать для того, чтобы вот этот простой прием опрыскивания не повлиял негативно на развитие листьев и не вызвал их ускоренное старение. Решение, как правило и как обычно, лежит на самой поверхности. И вот этот, куда девать этот избыток тех веществ, которые не всосались в лист, в толщу листа, а остались на поверхности. Здесь, как всегда, к нам на помощь приходят микроорганизмы. И в первую очередь микроорганизмом номер один является сенная палочка. Если вы будете в некорневые подкормки разбавленными растворами, а все, что не повредит поверхности листьев, не обожгет поверхность листьев из подкормок, я не говорю там о медсодержащих препаратах, о каких-то ядах и так далее, я говорю только о подкормочных растворах микро- или макроэлементами. Если они сделаны в должной концентрации и не повредят поверхности листа, то они же не повредят и сенной палочки. Это в отношении концентрации. Поэтому обязательно в любые подкормочные растворы добавляйте обязательно сенную палочку. Почему? Потому что она достаточно успешно подъест вот этот избыток минеральных этих отложений, остатков всего, что не нужно было растению, всему, что осталось на поверхности листа и все, что вызовет ускоренное старение листьев, нарушит ассимиляцию, нарушит нормальное впоследствии созревание плодов, налив, сахаристость, ну все, за что мы любим овощи и фрукты. Поэтому в любой подкормочный раствор добавляйте сенную палочку. Она будет вам большим помощником в том, чтобы снизить скорость старения листьев и, как следствие, существенно увеличить урожайность ваших растений. Это в той же мере касается и овощных растений, и плодовых растений, но еще раз повторюсь, в первую очередь огурца. Что ж, надеюсь, этот очень простой совет и очень простой прием поможет вам избежать проблем при выращивании растений и в этом, и во всех последующих сезонах. Совет прост, эффективен, доступен и может использоваться буквально каждым. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok